Если мы настроены отправиться в Индию, то прежде чем мы туда попадем, нам необходимо будет совершить некоторые телодвижения еще здесь в России. По той простой причине, что для российских граждан Индия страна визовая. И для этого нам нужно будет отправиться в Москве в визовый центр, который находится на Новом Арбате, и сдать туда набор документов. В этот набор входит загранпаспорт, ксерокопия первой страницы этого паспорта, ксерокопия первой страницы гражданского паспорта, две фотографии цветные, 3,5 на 4,5, заполненная анкета. Анкету можно заполнить в онлайн на сайте и затем распечатать. Кроме этого нам потребуется бронь отеля и авиабилеты. Сколько будет стоить виза, зависит от того, какую мы визу делаем. Одноразовую, двухразовую или мультивизу на 3 месяца, на полгода. О ценах на визу можно узнать также на сайте визового отдела. Итак, сдали документы. Через 4-5 дней мы приходим туда же, куда издавали весь этот набор документов и нам возвращают паспорт, в котором будет стоять виза. Сейчас покажу, как выглядит индийская виза. Вот такая виза. У меня она одноразовая на полгода. И теперь можно отправляться в Индию, взяв паспорт, в котором уже есть виза. Есть еще один вариант визы, который можно получить. Если мы отправляемся в Индию вдруг быстро и неожиданно, у нас абсолютно мало времени для сбора документов и получения визы, тогда можно получить онлайн визу. Но она будет действительно всего 30 дней. Для ее получения нужно будет зайти на сайт и заполнить все, что требуется в онлайн режиме. Важный момент, который стоит помнить, когда вы идете получать индийскую визу, это то, что индийская виза действует не с момента въезда в страну, а с момента ее получения. Поэтому, если, скажем, вы едете в Индию в марте, то не стоит ее получать в декабре, потому что она уже с декабря начнет действовать. И можем отправляться в путь. Удачи нам всем в пути!